В Кустанинской области орудовала группа, которая из различных районов похищала девушек из неблагополучных семей. По данным обвинениям ПГ руководила гражданка прокуратова, всего было похищено 19 девушек. Следствием установлено, что с марта 2012 по февраль 2013 годов указанная группа путем оказания психологического и физического давления похитила более 15 девушек, две из которых несовершеннолетние, лишая их свободы и вовлекая в занятия проституцией. С учетом добытых доказательств обвиняемым предъявлено обвинение в совершении 30 преступлений. Путем обмана или уговоров девушки привозились членами группы в областной центр, где их заставляли заниматься проституцией. Похищенных угрозами побоями удерживали в кустанайских квартирах, где они проживали и оказывали сексуальные услуги клиентам. В ходе следствия было проведено 8 судебных экспертиз, 136 допросов свидетелей потерпевших, 68 очных ставок. В числе потерпевших были несовершеннолетние девушки, поэтому дело рассматривалось в закрытом режиме. 15 января 2014 года членам группы в специализированном международном суде по уголовной делам Кустанайской области был вынесен приговор. Елена Прокуратова была признана виновной в совершении 11 преступлений, сумма срока наказания по которым составила бы 45 лет. По совокупности преступлений путем поглощения менее строго наказания, более строгим, окончательно назначить прокуратовой Елене Николаевне 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества назначить прокурату Сергею Владимировичу, 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, принадлежащего лично. Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима, а ее муж в колонии строгого режима. По постановлению суда органы опеки и попечительства должны решить судьбу троих детей прокуратовых 10, 7 и 2 лет. Подруга прокуратовых Ксения Солот получила 10 лет лишения свободы. Ранее ограниченный по решению суда в сововоде Анатолий Голышев получил наказание 10 лет и 1 месяц заключения. Находившийся на воле после условно-досрочного освобождения Илья Тюков, приговорен к 6 годам заключения. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами процесса в течение 15 суток с момента. Оглашение. Алексей Басарнов, Виталий Луговской, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова